Времени на раздумья у команды «Жалюзи» нет. До финиша еще далеко и впереди другие станции. Потому на совещание тратят считанные минуты и принимаются за работу, вооружившись мелками. Шприц мы рисуем, потому что наркоманы колятся. А мы говорим нет наркотикам, поэтому мы нарисуем перечеркнутый шприц. Максимальное число баллов, которое может получить команда на одной станции – 12. Для этого нужно креативно создать образ на заданную тему. Кроме креативности, судьи оценивают командную работу и скорость выполнения задания. Плюс еще судьи имеют право добавить по 1-2 балла, кто как желает, кому больше понравилась команда. Я пока между нами даю приоритет тем ребятам с «Жалюзи». Почему? Ребята очень дружно сработались, к тому же с юморцом. Мне понравилось. Информационный квест за здоровый образ жизни приурочен ко дню борьбы с наркоманией, который отмечается в мире 26 июня. Задача – пройти 10 станций. Каждая из них тематическая. Тут и вопросы правовой грамотности, и первой помощи, и профилактика ВИЧ-инфекции. В квесте играют ребята от 14 до 18 лет. Все – воспитанники центра для подростков. Всего шесть команд по шесть человек. С большинством вопросов участники знакомы. В центре они проходили соответствующие тренинги. Так что, говорят организаторы, этот квест можно считать своеобразным экзаменом. Но основная его задача – привить любовь к здоровому образу жизни. Как свидетельствуют правоохранители, за последние годы наркомания значительно помолодела. И сегодня в зоне риска уже оказываются подростки 12 и 13 лет. Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме – общественность, государственные и государственные структуры. Если мы не будем заниматься профилактикой, наш генофонд, молодежь будет употреблять наркотики. И о здоровой стране мы не можем говорить. Соревнованием ребята остались очень довольны. По его завершении всех участников ждут вкусные призы. Квест беспроигрышный. Каждой команде достанется сертификат на вкусности. А победители уйдут домой еще и с ценными призами. Оксана Нчапаренко, Владимир Борох, Агентство телевидения Новости.